Эта невероятная история произошла в Канаде. Когда Шон возвращался домой после удачного дня на рыбалке, он решил срезать путь через кусты вместо обычного маршрута. В этот момент его поразило величайшее потрясение в его жизни. Он успел отойти всего на несколько метров от тропы, как вдруг прямо перед ним появился огромный черный медведь. Медведь был так близко, что он мог видеть, как ее нос шевелится при дыхании. Мужчина старался сохранять спокойствие и вести себя так, как его учили. Он поднял руки и увеличил свой рост, чтобы казаться более устрашающим и менее похожим на потенциальную добычу. Медведь поднялся на задние лапы и обнюхал его. Она была действительно угрожающе близко. Это было страшно. Но тут медведь сел и начал скулить. Сначала он отошел, готовый отступить. Но ее болезненные стоны заставили его обернуться. Он заметил, что у медведицы на боку было несколько порезов. Ее передняя лапа также, похоже, была повреждена. Это может сделать ситуацию еще более опасной. Однако медведь не представлял угрозы. Вместо этого она выглядела просто удрученной. Шон вспомнил раннее утро. За рекой шла медведица со своим детенышем. Вероятно, это был тот самый медведь. Но что случилось, что она пострадала? А где был медвежонок? Эта мысль немедленно заставила Шона действовать. Он понял, что медведь просит его о помощи, и осторожно последовал за животным к реке. Оказавшись у реки, Шон лихорадочно искал медвежонка, а мать медведица все еще сопровождала его. Но медвежат он не увидел. Это было странно. И вдруг из воды появилась темная голова. Шон сосредоточил взгляд на этом месте. И действительно, голова медвежонка снова высунулась, как будто вцепившись в камень. Вода текла по медвежонку. Он не сможет продержаться дольше. Шон подозревал, что медведица тщетно пыталась спасти своего детеныша и при этом была ранена. Понимая, что она не сможет сделать это в одиночку, она пошла за помощью и нашла Шона. Шон не мог позволить медвежонку утонуть прямо у него на глазах. Но он по личному опыту знал, насколько сильным и опасным было течение на этом участке реки. Прыгнуть без подготовки было бы опасной для жизни ошибкой. Ему пришлось придумать план. Он быстро схватил свои рыболовные снасти и веревку, которую обычно использовал для ловли рыбы. Он надежно привязал веревку к своей талии и оставил длинный кусок лежать перед собой. Другой конец веревки он крепко привязал к дереву на берегу реки. Затем он решительно прыгнул в воду. Течение в воде оказалось даже сильнее, чем он опасался. Изо всех сил Шон пробился к скалам, где он в последний раз видел медвежонка. Опыт Шона в качестве бывшего морского котика сослужил ему хорошую службу, поскольку неопытный пловец, возможно, не смог бы выжить в таких бурных течениях. Он подошел к камням и задержался, чтобы увидеть, где именно находится детеныш. На мгновение все, что он мог слышать, это рычание и стоны медведицы на берегу, которая отчаянно ходила туда-сюда и явно волновалась. Но она, казалось, понимала, что слишком опасно снова погружаться в стремительную воду. Вся ее надежда снова увидеть своего детеныша теперь возлагалась на этого необычного человека. Шон тяжело дышал и был в замешательстве. Бурный прилив и постоянное наводнение мешали ему определить точное местонахождение медвежонка. Он был вне себя от радости, когда увидел перед собой голову медвежонка. Чтобы добраться до детеныша, ему пришлось бы лишь плыть дальше вниз по течению. Но затем, в трагический момент, медвежонок потерял контроль над камнями и был унесен рекой. Его голова исчезла в темной воде за долю секунды. Шон без колебаний прыгнул за ним и поплыл изо всех сил. Если бы он потерял медвежонка в этот момент, он мог бы быть потерян навсегда. Маленький медвежонок ушел под воду и, казалось, перестал сопротивляться. Ситуация выглядела ужасной, но Шон отчаянно сопротивлялся и поплыл за медведем. Но веревка, которую он обвязал вокруг своей талии, становилась все туже и туже и, наконец, достигла конца веревки. Когда голова медвежонка появилась снова, он вовремя схватил ее. Он боялся, что медвежонок будет сопротивляться или поцарапать его. Но медведь просто безвольно лежал у него на руках. Но это был еще не конец. Теперь пришло время вернуться на безопасный берег. Шон знал, что для этого ему понадобятся обе руки, чтобы плавать. Он схватил кусок веревки, который ранее выбросил, и обвязал им медвежонка. Теперь Шон мог использовать все свои силы, чтобы доставить ее в безопасное место. Ему помогло то, что детеныш был неподвижен, но в то же время это было и большой проблемой. Возможно, уже было слишком поздно спасать жизнь медвежонка. Что произойдет, если он доберется до медведицы с бездыханным детенышем? Это может иметь немыслимые последствия для Шона. Но в тот момент он не мог сосредоточиться на этом. Вся его энергия должна была быть направлена на то, чтобы доставить ее в безопасное место. Он чувствовал, как его энергия утекает. Только адреналин двигал его вперед. Внезапно его ноги коснулись земли. Они прибыли на мелководье. Шон смог подобрать медвежонка и вытащить его из воды. Медведица приближалась к ним с головокружительной скоростью. Она была на удивление быстрой для такого раненого животного. Шон знал, что ему придется отвязать веревку от медвежонка, прежде чем медведь доберется до них. Он даже не успел взглянуть на детеныша, как медведица схватила его. Однако, когда медведь сделал несколько шагов в сторону леса, она внезапно начала опасно раскачиваться. В следующий момент она с грохотом упала на землю. Медвежонок ползал по ней, но она не двинулась с места. Шон бросился поближе, чтобы посмотреть, в чем проблема. Только тогда он понял, что порезы, должно быть, оказались хуже, чем он предполагал. Видимо, адреналин в ее теле поддерживал ее. А теперь, когда ее ребенок был жив и в безопасности, она совсем сломалась. Шон не мог в это поверить. Он спас медвежонка только для того, чтобы увидеть, как тот осиротел на его глазах. Он чувствовал себя беспомощным. Там у него не было связи на мобильном телефоне, и у него не было достаточно времени, чтобы дойти до дома. В этот безнадежный момент произошло нечто неожиданное. Вдруг он услышал что-то вдалеке. Это было похоже на пикап. Он громко крикнул, и внезапно его окружили несколько лесников. Некоторые туристы, которые ранее видели, как он спасал детеныша в реке, поспешили покинуть лес, пока их не встретили. Затем они предупредили лесников, которые прибыли на место как можно быстрее. У них с собой был большой ящик, и, поскольку медведица все еще не реагировала, они смогли безопасно о ней позаботиться. Они перевязали ей раны, чтобы остановить потерю крови, а затем осторожно погрузили ее в ящик. Спасательная команда отвезла двух медведей в ближайшую клинику для лесных животных, где им оказали профессиональную помощь. Люди надеялись спасти медведю жизнь. Без них реабилитировать малыша было бы непросто. В тот же день матери пришлось перенести операцию. В некоторых ранах у нее даже развелась инфекция. Детеныш все еще был очень слаб после опасного для жизни опыта, поэтому они успокаивали его, чтобы он мог отдохнуть и прийти в себя. Усилия по возвращению матери к здоровью были интенсивными, но присутствие ее ребенок, казалось, дал ей силы, необходимые для выздоровления. К счастью, два животных со временем выздоровели, и наконец настал день, когда они должны были вернуться в свой настоящий дом, лес. Спасательная команда составила план освобождения и проинформировала о нем Шана. Они встретились на месте освобождения дальше в лесу. Момент, когда двери клетки открылись, был волшебным. Медведица тут же побежала в сторону леса. Детеныш на мгновение заколебался, посмотрел на мать, а затем последовал за ней на свободу. Шон едва мог сдержать слезы. Он гордился тем, что спас маленькую семью, хотя ему было немного грустно от того, что он, вероятно, никогда больше их не увидит. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.